Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что вас ждут самые правдивые отзывы на продукцию Фоберлик. Давайте начнем с серии Дом. Покажу вам два вот таких кондиционера. Первый это у нас прошлый выпуск, по-моему, с аромокапсулами. Вот такой вот розовенький. Они оба похожи. На самом деле артикул его 110-37. И прошлый выпуск, со мной уже многие девчонки согласились, был гораздо лучше. Он не так ярок был по одушке, но мягкость белья была гораздо выше. Это прежняя версия. Я находила его без скидки в личном кабинете. В каталогах такого, по-моему, уже нет. А второй кондиционер это из новой линейки. Он тоже ароматерапии называется. Розовый бархат. Вот так он выглядит. Артикул его 118-55. И здесь уже одушка выражена очень ярко. Прям сшибает в нос. Мне нравится, как пахнет от белья. Больше всего мне нравится из этой линейки. Золотистый такой сарган. И, по-моему, вкуснее всего на выходе пахнет белье потом. Но почему-то белье уже не такое мягкое, как вот с прошлыми кондиционерами. Очень-очень жалко. Так, из серии дом еще что покажу. Закончился у меня порошок гринли. Это у нас для цветных тканей. Артикул его 118-92. Что могу сказать? Мне нравится. Действительно нравится, как отстирывает, как выглядят потом ткани, расход. Все нормально в нем. Но после того, как мне девчонки написали, что в составе есть оптический отбеливатель, он очень вреден. Я не знаю, все-таки я в заказ сейчас положила порошок обычный, наш такой голубой. Не знаю, посмотрю, сравню их еще раз, потому что у меня есть тест-обзор этих порошков. Я сравниваю прошлый, старый и с тайдом, и с ушастым нянем. Я вам прикреплю ссылочку в инфобоксе. Посмотрите, если вам интересно, с пятнами справлялся лучше гринли. Но опять же, здесь есть оптический отбеливатель. Будьте внимательны, смотрите составы. Но в то же время он рассчитан для жесткой воды, поэтому не знаю. Я сейчас вот как следует сравню с порошком в синей упаковочке, и тогда уже решу, чем мне нравится стирать. Эта пачка у меня уже вторая подряд, и никаких аллергий ничего не вызвало. Ткани тоже выглядят замечательно, поэтому пока мне нравится. Ничего такого сверхъестественного не возникло после двух месяцев стирки вот этим вот порошком. Закончилось мыло ля-крем, вот такое вот с кокосиком. Мне очень нравится сейчас на кухню ставить именно мыло ля-крем. Вместо мыло, удаляющего запахи для кухни, да, потому что, мне кажется, то у меня сушило руки. Артикул с кокосиком у нас 86-38. Пахнет божественно, оно такое как будто полукремовое. Запах обалденный, что у этого, что с миндалем. Я сейчас опять повторила покупку и заказала такое с миндалем. Классное, нравится довольно всем. Закончился у меня один из моих любимых кремов Фаберлик. Это кислородный баланс, дневной крем. Вот так он выглядит. Артикул его 0272. И девочки, у которых жирная комбинированная кожа, я вам искренне рекомендую вот именно этот продукт использовать на лето. Потому что он действительно круто матирует, регулирует выработку сальных желез именно вот дневной кислородный баланс. Из всего, что я перепробовала Фаберлик и не Фаберлик, мне этот продукт очень нравится. Он действительно матирует. То есть на полдня хватает. Вы не чувствуете летом в жару, что у вас на лице какой-то продукт. Он очень комфортный, поэтому люблю, обожаю. Беру и буду брать. Так, закончилась у меня вот такая вот масочка Ботаника. Это относительно недавняя наша новинка. Артикул ее 0261. Питание и укрепление для всех типов волос. Для всех типов волос, девчонки, я ее не рекомендую. Потому что она для моих убитых, она просто никак не работает. Если не наоборот, даже не делает мои кончики там еще жестче. Дорасходовала ее на дочери. У нее волосы еще живые. Как бы, надеюсь, такими и будут. Это такой вот белесый продукт. Поэтому нет, больше не возьму ни в коем случае. Поэтому для нормальных волос, для жирных волос маска, да, подойдет. Для сухих, окрашенных нет, вообще не рекомендую. Закончился вот такой вот питательный мусс для душа, для крем, с молочными протеинами, миндальным молочком. Артикул его 2489. Мне он очень понравился, девчонки, вообще. Я использовала его как мусс для бритья. Изначально, конечно, принимала с ним душ, но потом не стало его жалко. Я его использовала именно как мусс для бритья. Встряхиваем баллончик, прям чуть-чуть нажимаем, выдавливаем. И у нас шикарный просто мусс, огромное количество пены, заодно легкое такое нажатие. И пахнет он обалденно, как а-ля крем миндальное мыло. Даже если вот сейчас я по ноге, да, размазываю, сижу, наносите его на кожу, она наносится прям вот как какое-то увлажняющее средство. На самом деле, не как вот гель для душа вы взяли, да, намазали, а вот прям как увлажняющее средство. И не остается никакой липкости. Я даже не знаю, мне кажется, можно как мусс для тела использовать, не смывая. Я, кстати, так пробовала, мы так делали на ручке. В общем, средство классное. Я надеюсь, что оно будет по скидке, или, может быть, сейчас мы в следующем каталоге с вами будем брать по купончикам средство. Я очень хочу повторить покупку. Не очень бюджетное средство, но оно того стоит, девчонки, действительно. Закончилась у меня карбокситерапия. Все три шага. И я что хочу сказать, девчонки, это класс. Вы видели уже в прошлом заказе, что я повторила покупку. Мне очень нравится. Шаг 1, 0,924. А 0,9... 0,2, 9,4. Первый, второй шаг. Третий шаг у нас отдельно идет. 0,2, 9,5. Шикарные продукты, просто шикарные. Летом нам нельзя кислоты, но в то же время нужно как-то в хорошем состоянии свою кожу поддерживать. Особенно ту кожу, которой уже коснулись возрастные изменения, которая склонна к каким-то высыпаниям, проблемную, в общем, и так далее. Кислоты нам нельзя, поэтому вот это очень крутая альтернатива на лето, когда вы можете привести кожу в нормальное состояние. Хорошо ее очистить, выровнять тон. Девочки мне даже писали, у меня просто нет такой особенной проблемы, круги под глазами синие, да? А у кого есть, девчонки пробовали, экспериментировали и написали, что эта система помогает от темных кругов под глазами даже. Потому что это у нас, получается, щелочные средства, сода здесь, да? И есть такой легкий эффект отбеливания даже. По поводу пигментных пятен, девчонки, ну вот оно, в принципе, у меня стало светлее. Одно такое маленькое здесь есть, я не могу сказать, что оно совсем ушло. Наверное, все-таки нет таких средств, да, в косметической продукции, даже самых дорогих, которые убирают эти пигментные пятна, это надо понимать. И те, кто склонен к ним, лучше, конечно, всегда на улицу, даже зимой, выходить с кремушком SPF. Но, тем не менее, светлее делать. Система крутая, без всяких скидок, повторила второй раз, люблю, прям люблю. 157-й раз показываю бальзам для стоп, гладкие пяточки, потому что это любовь любовная. Кто еще не попробовал, пробуйте. Кто попробовал, девочки мне писали только положительные отзывы. 1,6,6,1 его артикул, содержит 30% глицерина, очень круто смягчает кожу стоп. Я про пемзу практически забыла. И мои сухие руки на ночь тоже я покрываю вот этим вот бальзамом. Великолепно работает на сухие участки тела. Потрясающее средство. Сейчас опять взяла две штуки в запас, потому что оно у меня должно быть всегда. Я уже свой уход за руками и за ногами не представляю без него. Следующий продукт это паста Техно Китс 6+, с грушей. Артикул 23,59. Паста Техно Китс берем всегда, нравится. Очень круто очищают эмаль, не вызывая ее повышенной чувствительности. Я пробовала их на себе, поэтому знаю, что говорю. Классные пасты, вообще супер, никаких нареканий. И всегда тоже, когда бывают акции по 59 рублей, по 60, всегда берем в запас. Шампунь из линейки Эксперт Тотал Колор для окрашенных волос. Вот такой. Артикул 89,57. Не подошел, снова не подошел. Я поняла, что эта серия мне вся не подходит, кроме черного шампуня. У меня опять чешется голова, прям после первого применения, через день уже зуд кожи головы. Поэтому мне эта серия не подходит. Использовала как жидкое мыло для рук, да, перелила. Больше экспериментировать буду, из этой линейки ничегошеньки не возьму. Мицеллярная водичка, моя любимая, из линейки Фаберлик Эксперт Фарма. Артикул 1668. Она, девчонки, очень крутая. Она гипоаллергенная, у нее невероятно тонкая, классная отдушка. Она не щиплет абсолютно глаза. Для тех, кто берет своим доченькам, внученькам первые мицеллярные водички, я очень советую присмотреться именно к этой. Никаких нареканий, она идеальна. Ее хоть в глаза лей, щипать не будет. И для подростковой кожи это будет прям просто вот идеальная мицеллярная вода, без всяких там вредных примесей в составе. Рекомендую. Так, и последний, да, девчонки, продукт. Что вам покажу, это вот этот вот браслет. Новинка прошлая. Прошлого каталога браслет от комаров, да. Он еще пахнет эфирными маслами. Четко чувствую здесь эвкалипт, ментол, что-то такое. Что могу сказать. Надели мы его на природу. И, в принципе, минут 40-60 не кусали ребенка комары. То есть вот это предел его. Хотя надели свеженький первый раз. Дальше все, та же песня. Все равно они на нее садились. И садились рядом с браслетом. Им было абсолютно пофиг. Поэтому, в принципе, могу сказать, что эта серия бесполезная. Хотя она довольно бюджетная. Проще взять какое-нибудь действительно работающее средство в масс-маркетах или в аптеке. Не понравилось, брать больше не будем. Девочки мне писали в комментариях, что наклейки, если все разом наклеить, то какое-то время тоже там не кусают. Но это опять на один выход, да, за 150 рублей всеми наклейками облепиться, чтобы тебя час не кусали. Не вижу смысла. Это бесполезные, на мой взгляд, продукты. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор у меня сегодня получился. Надеюсь, что была вам полезна и интересна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.